саляму алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня мы продолжаем наш урок по морфологии арабского языка по сарф на прошлом занятии мы с вами начали спряжение или склонение нового глагола глагол фиал аджуаф мы начали то есть пустой глагол и в качестве примера мы с вами взяли глагол ба-а-я-би-у-бай-ан продавать и на прошлом занятии я вам объяснил каким образом мы можем склонять или спрягать глагол прошедшего времени в действительном залоге и в страдательном залоге и сегодня я бы хотел уже с вами начать спряжение или склонение глагола настоящего будущего времени как всегда мы начнем спряжение или склонение глагола в действительном залоге и третьего лица мужского рода так этот глагол как обычно спрягается или склоняется в 14 формах и сейчас я начала все эти формы напишу а потом уже и переводом и объясню некоторые нюансы которые здесь есть Так, так, теперь мы у нас يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان تبيعان يبيع Это третье лицо Теперь второе лицо تبيعون تبيعان تبيعون 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 تبيعان تبيعون 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 они двое мужчин продают يبيعون они много мужчин продают تبيعون она одна женщина продает تبيعان они две женщины продают и يبيعون они много женщин продают теперь второе лицо تبيعون 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 Вы, две женщины, продаете. Таби'ана Вы, много женщин, продаете. Аби'у Я продаю один мужчина или одна женщина. И на би'у Мы, много мужчин или много женщин, продаем. Это 14 форм. Еще раз. Прочитаю. Я би'у Я би'ани Я би'уна Таби'у Таби'ани Я би'у Таби'у Таби'ани Таби'уна Таби'ина Таби'ани Таби'ана Аби'у Наби'у Здесь, надеюсь, то, что написано и перевод понятен был. Сейчас некоторые нюансы, которые здесь есть, как я уже сказал, их объясню, иншалу. Так, для начала я сотру, потому что мне нужно место. Так, оставлю пока я би'у с него и начнем. Итак, я би'у на самом деле, на самом деле, должно было быть, покрупнее напишу, я би'еу, должно быть, я би'у. Я би'у. Почему? Потому что у него мирила яф'илу. Яф'илу. То есть, вторая буква должна быть с укуном, а третья с огласовкой. В данный момент огласовка Касра. Потому что мы начали первую главу, а первая глава у нас фа'ала яф'илу. Пока идем. Итак, я хочу сказать, что вторая буква, в данный момент буква Ба, она с с укуном, а буква Я с Касрой должна быть. Но у нас сейчас я би'у. Почему я би'еу становится я би'у? Здесь есть такое правило. Если в глаголе вторая буква стоит с укуном, а за ней стоит слабая буква, у нас три слабых буквы. Это Алиф, Вау, Я. В данный момент слабая буква является буквой Я. Итак, если буква стоит с укуном, вторая буква с укуном, а за ней стоит слабая буква с огласовкой, любая огласовка здесь может быть. Касра, или Дама, или Фатха. В данный момент здесь Каср. то огласовка слабой буквы переходит к этой букве, к предыдущей, а огласовка этой буквы переходит к слабой буквы. То есть, грубо говоря, обмен огласовками происходит. Почему? Потому что ябь-я'у так говорить тяжело, и для облегчения происходит обмен огласовок. Этот процесс называется в арабском языке ан-натл. Это когда я отдельный урок, где-то может быть два урока или один урок, я посвящу, иншаллах, правилам сарфа, и там еще объясню. Итак, ябь-я'у у нас получилось ябь-я'у. Теперь, вот на самом деле здесь суккун есть, вот этот суккун сюда перешел, но обычно мы этот суккун не пишем. Просто я хочу сказать, вы должны иметь в виду, что здесь, по идее, суккун над буквой я. Получается ябь-я'у. То же самое, вот, например, глагол говорит по-арабски якулю. То есть, он говорит якулю. Якулю на самом деле яхвулю. Потому что у него мерило яфвулю. Опять, вторая буква с суккуном, за ней стоит буква, слабая буква, здесь в данный момент, это буква вау. И буква вау, у нее огласовка дамма. Якулю говорит тяжело, поэтому обмен огласовок, когда происходит, получается якулю. Здесь опять суккун, но мы суккун не пишем. Получается якулю. Так происходит всегда. Так происходит всегда. Так, надеюсь, этот момент был понятен. Теперь, еще один момент здесь есть. Когда мы спрягали, ябь-у, ябь-а'ни, ябь-у, на, таби-у, таби-а'ни, ябь-а'на. Вот. Множественное число женского рода в третьем лице и во втором лице. Вот, ябь-а'на. И здесь, прошу прощения, здесь таби-а'на. Здесь, на самом деле, одна коренная буква исчезла. Это буква я. Это буква я. Пока я это сотру. Почему? Потому что здесь, по идее, ябь-а'на должно быть вот так. Ябь-я'на. Ябь-а'на. Вот так должно быть. Ябь-я'на. Потому что у него умерило. Яф-ил-на. Яф-ил-на. Вот так. Теперь, каким образом эта касра вот сюда относится. Каким образом ябь-я'на превратилась в ябь-я'на? Пока идем по тому правилу, который я сейчас сказал. Вторая буква глагола стоит с суконом. Следом стоит слабая буква, в данный момент буква я. У него огласовка. Здесь касра. Обмен огласовками происходит и получается ябь-и. Ябь-я'на. Вот так. Ябь-я'на. Когда поменяли касру, касра сюда перешла, сукон сюда перешел. Ябь-я'на. Теперь вот здесь этот процесс. Этот процесс называется ильтикаус сакинайн или иджитимаус сакинайн. Что переводится как «встреча двух суконов». То есть, грубо говоря, два сукона подряд идут. Когда встреча двух суконов происходит, всегда, согласно правилу, это железное правило, когда два сукона встречаются, всегда исчезает слабая буква. В данный момент слабая буква является буква я. Она исчезла. И, соответственно, у нас в итоге получилось ябь-я'на. Вот так. Ябь-я'на. Вот мы получили ябь-я'на. Ябь-я'на, еще раз говорю, в основе ябь-я'на было. Почему я говорю? Потому что вдруг такого же типа глагола вы увидели в словаре, да? И вы, например, не знаете, как переводится этот глагол. Ну, предположим, сейчас... Так, надеюсь, здесь все было понятно. Предположим, сейчас я вам напишу глагол. И предположим, что вы не знаете перевод этого глагола. Например, Ямильна. 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 Вы не знаете перевод. И вы в словаре хотите искать коренные буквы. То есть, естественно, в словаре, если вы откроете букву я и будете искать, вы не найдете. Вы должны искать коренные буквы. Ага, и вы должны понимать, что Ямильна, на, вот это на в конце, это указывает на женский род. Когда на есть перед буквой, вот это ну перед, то, что указывает на женский род, да? Как минимум, должно быть четыре буквы, согласно правилу. Четыре буквы. А здесь три буквы. Почему четыре буквы? Вот, сейчас я другой глагол напишу, где есть четыре буквы. И объясню вам, как бы, суть. Суть того, что я сейчас говорю. Вот это ну, как я сказал, это указывает на множественное число женского рода. И до него, как я говорю, обычно должно быть четыре буквы. Здесь вот, БА, РО, БОДЫ, Я. Четыре буквы. Почему я говорю четыре? Потому что, вот эта буква НУН здесь, как женский род, я говорю, да? И здесь буква Я, она относится к глаголу настоящего будущего времени. Теперь, это тоже некоренная буква, добавленная. Соответственно, у нас три коренные буквы остались. Вот, БОДЫ, РО, ИБА. А тут, вы видите, ага, буква Я, она указывает на снящее будущее время. То есть, вы ее убрали. Убрали я имею в виду, что не берем в расчет, она некоренная. Эта буква тоже некоренная. У нас осталось две буквы. Ага, а глагол не может быть двухбуквенным. То есть, в глаголе минимум три коренные буквы и максимум четыре коренные буквы. Ага, а здесь вы должны понять, что одна буква, она исчезла. Какая буква исчезла? Вот эта кастра вам дает подсказку, что здесь исчезла именно буква Я. На прошлом занятии я вам объяснил. Вот эта кастра указывает на то, что исчезла буква Я. Получается, вы в словаре должны искать слово Майлюн или глагол Майяля в основе Майяля. Майяля, по идее, Мала. Малая Милю. Склоняться к чему-то. И вот таким образом вы находите, грубо говоря, нужные вам буквы. В словаре вы должны искать, точнее, открыть букву Мим, а потом букву Я, Лам. То есть, Майяля. И вот таким образом у нас получается, одна коренная буква, она исчезает. То же самое будет с Таби'на. Таби'на. То есть, множественное число, также женского рода, только во втором лице. Надеюсь, что это все было понятно. Сейчас плавненько мы с вами переходим к Маджгул. То есть, фи'лю мудори'ин маджгулум. Глагол настоящего будущего времени страдательного залога. Фи'лю мудори'ин маджгулум. Глагол настоящего будущего времени страдательного залога. Этот глагол также спрягается в четырнадцатых формах, также начнем с мужского рода третьего лица. Итак, юбау, юбаани. Напишу сначала, как обычно, перевод скажу, а потом уже нюансы объясню, иншаллах. Юбауна, тубау, туба'ани, туба'ани, юба'ана, юба'ана. Второе лицо. Тубау, туба'ани, туба'уна, туба'ани, туба'ани, туба'ани. Туба'а'у и нуба'а'у. Надеюсь, что видно. Еще раз прочитаю. Юбау, первый. Юбау, он продается. Он, в смысле один мужчина, или точнее одна вещь мужского рода продается. Юбау'ани, они двое, двое мужчин продаются. Юбау'ана, они, много мужчин. Я говорю много мужчин, имею ввиду много вещей мужского рода. Юбау'ана, они, много мужчин продаются. Теперь тубау, она. То есть, одна вещь женского рода продается. Туба'ани, они. Две вещи женского рода продаются. Юба'на, они много вещей женского рода продаются. Туба'у, ты. То есть, один мужчина продаешься. Туба'ани, вы двое мужчин продаетесь. Тубауна. Вы это тубауна. Вы много мужчин продаетесь. Тубауина. Ты женщина или ты одна вещь женского рода продаешься. Тубауани. Вы две вещи женского рода продаетесь. Тубауина. Вы много вещей женского рода продаетесь. Убау. Я мужчина или я женщина. То есть продаюсь И мы, много мужчин или много женщин, продаемся Ну, здесь не имеется в виду, что человек продается Еще раз говорю, как вещь мужского или женского рода Еще раз прочитаю Здесь, надеюсь, с правописанием, с переводом все понятно Сейчас переходим к нюансам Пока один оставлю, другие сотру Юбау Юбау, на самом деле, вот этот глагол юбау должно было быть юбьяу Юбьяу, вот так Почему? Потому что у нас мирила юфалю Для того, чтобы глагол действительного залога, настоящего времени, действительного залога перевести в страдательный залог Первую, огласовку первой буквы мы должны перевести в даву А огласовку третьей буквы мы должны перевести на фатху То есть, ядрибу, например, юдрабу было Явпылю, юфалю А здесь было ябьяу, а сейчас юбьяу И вот, юфалю, как я сказал, это мирила Теперь, теперь, смотрим Здесь, как в случае ябьяу, вторая буква глагола с сухуном А после этой буквы стоит слабая буква В данный момент буква Я И у него огласовка фатха Происходит обмен огласовками И получается вот так Юбайу Юбайу Теперь У вас, скорее всего, возник вопрос Откуда тогда олив появляется? На каком основании? И правильный, справедливый вопрос И сейчас хочу сказать Теперь Юбайу Еще раз говорю Юбайу Произошел обмен огласовок Теперь Мы исходим из того, что Буква Я Коренная у нее огласовка фатха Мы исходим из этого То есть У буквы Я У слабой буквы Я Коренная огласовка фатха А сейчас Перед ней тоже стоит фатха И теперь На основании этого Буква Я Заменяется Или превращается в олив И получается Юбайу 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 Это Это Похоже на Вот это Байя Я вам объяснял Что здесь Слабая буква У нее огласовка И перед ней огласовка Фатха Байя Будет Байя Надеюсь, это вы помните Да? Здесь тоже самое На основании того, что Буква Я У нее коренная Огласовка была Фатха И сейчас перед ней Фатха То Я Превращается в олив И получается Юбайу Здесь опять Над оливом по идее Сукун есть Но суккун мы не пишем Еще раз говорю Но суккун по идее Есть И получается Юбайу То же самое будет Например Юбайу Продается Говорится Юкалу Например По-арабски Юкалу Говорится По идее Юкалу Юквалу 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 Происходит Обмен Огласовок Юкалу И теперь Опять Исходим Из того Что у буквы Вау Коренная Огласовка Была Фатха А сейчас Перед ней Стоит Фатха Вау Превращается В олив И мы Говорим Юкалу Юкалу Опять Еще раз Говорю Что По идее Над оливом Есть Суккун Но мы Суккун Не пишем И вот Таким Образом Юбайу Встал Или здесь Юкалу Встал Вы так Можете Поступить Любым Пустым Глаголом Пустой Глагол Я имею Ввиду Глагол В котором Вторая Буква Является Славой Так Надеюсь Здесь Это было Понятно И еще Один Момент Опять Что касается Множественного Числа Женского Рода В третьем Литте И Во втором Литте Это Юбайна Юбайна И Тубайна Вот эти два Глагола Юбайна Тубайна Как вы догадались В случае Как Ябайна Табайна Здесь Опять Коренная Буква А именно Буква Я Она Исчезла Поэтому Мы Для того Чтобы понять Как она Исчезла Мы Вернемся Или Должны Вернуться К Исток А Исток Или Основа Гласит Что Этот глагол Должен Звучать Как Юбьяна Юбьяна Потому что Мерила У него Юфкальна Юбьяна Итак Вторая буква Глагола Стоит Цуконом Далее Стоит Слабая Буква Происходит Обмен Огласовками Юбайна Юбайна И Получилось Здесь Я Была С С Фатхой А сейчас Перед ней Фатха Я Превращается В Олив Я Превращается В Олив И Получается Вот так Юба А На Я вам Говорил Что Над Олив По идее Сукун Но Мы Сейчас Не Пишем Но Сейчас Мы Должны Вынуждены Писать Почему Потому что Здесь Происходит Встреча Двух Сукунов При Встрече Двух Сукунов Я вам Говорил Исчезает Слабая Буква В данный Момент Слабая Буква Это Олив У нас Три Слабые Буквы Алиф Я И Вал И Алиф Исчезает И Остается У нас В итоге Юба На Юба На Вы Могли Сказать А почему Ты Превратил Я Сначала В Алиф А потом Алиф Убрал Сразу Могу Я Убрать Нет Согласно Правилу Я Превращается В Алиф А потом Только Алиф Исчезает Немножко Долгий Процесс Но Его Было По Правилам Правила Нужны Для Того Чтобы Их Не Нарушать А Для Того Чтобы Их Соблюдать То Что Я Говорю Обмен Огласовками И так Далее Я Хочу Сказать Чтобы Вы Не Подумали Это Не Я Придумал Это Железное Такое Так Сказать Законное Правило Которое Есть Существует Поэтому Чтобы Вы Ни В Коем Случше Не Подумали Что Это Я Придумал Нет Я Здесь Ничего Не Придумал Это Как Бы Так И Есть Это Закон Это Правило И Вот Таким Образом Юб Я На В итоге Получилось Юб На Тоже Самое Туб На Будет Просто Здесь Я И Та Так Здесь Надеюсь То Что Объяснилось Здесь Все Было Понятно Если Вдруг Что Было Непонятно Или У Вас Какие Вопросы Остались Спрашивайте В Комментариях С удовольствием Вам Отвечу Спасибо Вам За Внимание До Новых Встреч Доброго Продолжение следует